Ребята, всем привет, с вами Александр, приветствую вас на своей конопляной ферме, у меня уже поспели, буквально делал пост, недавно вырос третий кустик, но у меня уже только зашел, вырос и четвертый кустик, так что мы его соберем, это у нас Blueberry, обыкновенный кустик, но он максимально напичкан, и в прошлый раз я собрал в районе 500 тысяч токенов CNB с этого куста, посмотрим сколько мы соберем с этого, как вы помните, там есть довольно большая разбежность, 280 или 313 тысяч базовых, плюс там 60% бустовый, получается в районе 500 тысяч, 508 тысяч может быть максимум, курс токена CNB вообще безостановочно растет, он уже не 0.14, уже он 0.15, и помните прошлый раз, когда я считал сколько стоит моя ферма, я считал по курсу 0.11, это было 1025, вот это видео, и вот здесь было 1022 доллара составляли мои вложения, ну на самом деле даже меньше, то есть я их покупал, когда курс был меньше, а семечки я вообще покупал еще по старой версии со скидкой 50% по 50 долларов, так что моя стоимость вложений вообще существенно меньше, ну а сейчас это вообще то, что у меня есть, 5 кустиков стоит 1400 долларов, ну и соответственно за месяц моя ферма заработает мне 995 долларов, то есть ну по факту я могу окупиться за 1 месяц, ну а если учесть срок жизни кустиков 70 дней, то через 70 дней моя прибыль будет ну в районе 500 долларов, это уже чистая прибыль, то есть я окуплю в свои вложения, еще сверху заработаю, так что в общем-то в CNB идет все хорошо, и несмотря на то, что там местами да есть конечно же комиссии, это все в общем-то перекрывается и очень прибыльно, да за счет только роста курса, ребята, мы вообще можем много заработать, но сегодня мы говорим, ребятка, в первую очередь о двух новостях, это канобой запустили гриндер, гриндер это что-то наподобие рулетки, но гриндер также неразрывно связан со второй новостью, это уровень фермы, то есть есть 4 уровня фермы, для чего они нужны, что это и как оно работает, об этом я сегодня расскажу, но после того, как мы сейчас соберем урожай, так давайте сейчас запомним, да я, ребята, даже ради вас еще крутанул один раз гриндер, я его крутил уже три раза, расскажу вам о моих результатах, так давайте запоминаем, у меня 5 миллионов 623 794 тысячи токенов, идем в ферму и давайте сейчас соберем, вот стоимость сбора транзакции 7 центов, то есть если не заниматься как бы ерундой, комиссии существенные здесь только там, да, на разборку, сборку, посадку, и клейм денег, допустим, ну клеймить я как бы, ну раз в несколько дней, вообще смысла нет часто это делать, подтверждаем транзакцию и можно идти сразу в wallet, и у нас получилась вот такая вот цифра, давайте отнимем это дело, 6151 675, вообще 527 каким-то образом получилось, ну если я там ни в какой-то цифре не ошибся, но реально получилось, ребята, 527, ну вот вы все видели, можете сами пересчитать, а теперь давайте посмотрим, напоминаю, что вот эта вся таблица, вот это все считается с минимальным доходом, потому что у семечки разброс есть у Blueberry от, от и до, вот эта таблица, опять же, пользуйтесь файлом, ссылка на него есть в описании, и курс здесь автоматически обновляется и подтягивается, все здесь пересчитывается, и вот давайте мы возьмем вот, допустим, вот эту цифру, вот это, максимальный доход с кустика Blueberry, умножим его на нынешний, не будем на нынешний курс, умножим сейчас его на 0, на 0, на 1,6, это проценты, на 1,6, так, запятая, запятая 1,6, ну вот смотрите, получается 509 вообще-то, может я тут где-то что-то просчитался, нет, 60, то есть я как-то, ну, максимальная цифра, которую вы должны получить с кустика Blueberry, должна равняться 509, у меня каким-то образом получилось больше, ну пусть будет больше, ребят, может я где-то обсчитался, но в прошлый раз я считал, у меня тоже в районе там 500 тысяч получалось, о чем я делал пост в телеге, так что подписывайся тоже на телеграм, там оперативнее выходят, ребята, новости. Ну а теперь давайте, ребята, уже переходим к механике гриндера, и что это такое, в общем, как я сказал, это лотерея, ну, своего рода рулетка от каннобойза. Вместе с выходом гриндера также вступили в силы новые правила по разбору куста, то, о чем я вам говорил, что сейчас, когда вы садите куст, и он созревает через определенный срок, допустим, прошло 6 дней, давайте вернемся в ферму, вот этот кустик у меня созрел, и вы могли заметить, что у меня здесь внизу была красная стрелка разобрать, то есть это был первый сбор урожая на этом кустике, и у меня была возможность его разобрать. Но я этот кустик оставил, разберем мы с вами вот этот кустик, который созреет завтра-послезавтра. Но после того, как я собрал уже урожай, я ни один из кустов разобрать не могу. Это имейте в виду, раньше мы могли в любое время его разбирать, после полива. Сейчас этой возможности нет, но об этом предупреждали за несколько дней, я тоже об этом говорил. А, ребята, ну давайте, я же еще не посчитал, как бы, собственно говоря, давайте возьмем, ну, просто 500 тысяч, мы умножим на курс. Это, ребята, 7.62 с одного куста, я получил 7.62, хотя в прошлый раз я считал, с одного куста у меня получалось, было 3.70, по-моему, да, с куста без удобрений, и что-то там в районе 5 получалось, по-моему, с удобрениями. Ну, даже сейчас у меня, как бы, эта таблица считает 6.7, но вы только что видели, что реально получилось больше. Гриндер, это наш новогодний подарок для вас, вы можете получить крутые призы, тратя при этом минимальное количество токенов CNB. Использовать гриндер можно только с клейм валета, то есть, ребята, чтобы прокрутить, давайте вернемся назад на валет. Вот, есть деньги вверху, это которые мы уже заклеймили, они находятся у нас на кошельке MetaMask, а есть деньги вот здесь, которые находятся на игровом балансе, это и есть Spending Balance, Wallet Balance, и вот гриндер оплачивается вот с этого баланса. То есть, если вы собрали урожай и заклеймили деньги, ну, вы не сможете сделать вращение гриндера, даже если у вас на MetaMask будет много денег, имейте это в виду. Давайте, кстати говоря, нажмем на гриндер, и вы увидите, что стоимость гриндера 420 тысяч, это минимальная стоимость вещи в Канабосе, это стоит горшок столько, 420 тысяч. И теперь, что же мы можем получить в гриндере? Мы можем получить очки прокачки фермы, но об этом сейчас мы попозже поговорим, это у нас следующая новость по поводу очков. У нас 22%, ну, давайте, вот, бум, в принципе, можно смотреть в этой таблице, я и уже добавил в наш файл, так что вы всегда будете в курсе последних событий. Можно получить 1 очко опыта, это 22%, 3 очка опыта, 18%, 6 очков опыта, 12%, 12 очков получить, это 11%. То есть, ну, чисто запомнили, сейчас я объясню вам, что такое очки. Удобрение для игры получить 3%, горшок получить 2%, лампу можно получить 2%, климат-контроль 1%, семка 1%, и проигрыш составляет 28%. То есть, ну, практически каждый третий раз вы ничего не будете получать. На первый взгляд может показаться, что гриндер вообще штука бесполезная. Ну, во многом это так и есть, это математически, наверное, невыгодная вещь. То есть, она нужна, ну, на мой взгляд, сейчас для двух вещей. Первая для лудоманов, которые любят крутить рулетку. Ну, как я сказал, я ее крутанул уже 3 раза. 3 раза мне 1 раз выпало ничего, то есть, вот, 30%. Вот у меня вот 1 раз выпало ничего, 1 раз выпало 1 очко, и 1 раз выпало у меня 6 очков. Так что, в целом, я, в общем-то, нормально так вложился в вероятность. Так, первый вариант для лудоманов, а второй вариант это для тех, кто будет прокачивать уровень. Ну, и теперь переходим, давайте, к следующей новости. Что такое уровень и зачем, и кому они будут нужны. Когда вы заходите в свою ферму, у вас там вверху отображается уровень. Нолик – это наш уровень. У меня он нулевой, но мне там уже не так уж много осталось для получения первого уровня. Уровни повышаются вот этой кнопкой «Апгрейд». Кнопкой «Апгрейд» вы делаете две вещи. Первое – вы зарабатываете опыт, и второе – вы увеличиваете количество себе горшков. В базовом варианте у вас доступно, ребята, 3 горшка. Чтобы добавить еще 5 горшков, написано, да, 5 экстра горшков, вам нужно будет в любом случае сделать покупку вот эту вот. Если вы хотите выращивать больше 3 горшков. Стоимость – 1.400.000. Но вместе с покупкой мест вам также дается 10 очков. Чтобы перейти на второй уровень, нужно 25 очков. То есть у меня получается минимум есть 10, плюс я еще и выиграл 6, плюс 1 – 7. То есть у меня 17 очков. 17, либо 22, я вот уж не помню. Можно апгрейдиться вот по-разному, как говорится. 24 миллиона стоит покупка 200 опыта, и вы получите 100 мест для горшков. Но это прям вообще конкретно. Идем дальше по новостям. Так, максимум мы теперь можем выращивать 150 кустиков на ферме. Ну, прокачивать ферму можно 2 раза в неделю. То есть вот то, прокупка уровней, можно делать 2 раза в неделю. Там идет таймер, идет отсчет, когда вы покупаете, я вам показывал в прошлых видео. Ну, в общем-то, за каждое купленное место для горшка вам дается 2 очка опыта. Ну, то есть покупая 5 горшков, вы получаете 10 опыта. После того, как вы прокачали, допустим, первый уровень, то есть у меня, я насобирал 25 очков, мои очки сжигаются. И чтобы перейти на следующий уровень, мне нужно с нуля начинать собирать очки. То есть это важный момент. Всего есть 4 уровня. Для чего нужны уровни? Уровни будут нужны пользователям для соревнований между игроками в будущем. А также для различных ивентов. Ну, это как в том же Волкине, да, твой уровень. Уровень аккаунта твоего. Чем больше у тебя уровень, допустим, тем выше у тебя призы в рулетке, там, в Волкине. Ну, механика будет здесь подобная. Ну, а также различных ивентов, которые будут приносить вам дополнительный профиль. Ну, чем выше уровень твоей фермы будет, тем выше у тебя будут призы. Ближайшее обновление, которое выйдет, это будет личный игровой магазин. Ну, в смысле, внутриигровой магазин будет. Чтобы не нужно было пользоваться элементом для покупки-продажи инвентаря игрового. Также у Канобойс обновился сайт, он стал намного приятней. Его, скажем так, вылизали. Давайте его прокрутим вниз. Внутренний маркетплейс, вот так вот, да, примерно будет выглядеть у нас, получается, продавец. Вот, собственно говоря, наш гриндер. Ну, сделано все, в общем-то, симпатично. Ну, инструкция, как начать играть и так далее, но об этом всем я снимал видео. Ну, и как обещал, крутанем разок с вами гриндер. С большой долей вероятности выпадет ничего. Давайте, гриндер и вот этот же парнишка, который будет торговать у нас в магазине. Это шанс получить очки активности или игровые вещи. Холд это типа стоит остановиться, гринд это крутануть. Ну, давайте, крутанем. Транзакция 31 цент стоит. Давайте, пальцы накрест, может вы все вместе дадите им что-нибудь полезное. Транзакция прошла. И вы не получили ничего. Короче, из четырех попыток я два раза получил ничего и семь очков опыта. Вот такие вот дела, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...